Витаю, дорогие друзья! Сегодня приготовлю летний торт с персиками. Виндуша смачный, на классичном просоченном бисквите и с легким кремом на воршках до сметани. Перед вами все те продукты, которые понадобятся для торта. Вчера приготовила бисквит, он у меня отлежался в холодильнике после полного остывания. И сегодня можно собирать торт. Порция на 5 яиц, диаметр 20 см. Его подробное приготовление уже есть на канале. Сейчас на экране появится ссылка и под видео оставлю тоже. Заходите, смотрите и готовьте. Я уверена, что бисквит у вас обязательно получится. Это продукты для сиропа. Ванильный сахар, обычный. И еще понадобится вода. И, конечно же, персики. У меня свежие. Я их очистила от кожицы и нарезала мелким кубиком. Размером где-то 1 на 1 см. Ну, а это продукты для крема. Для крема понадобятся сливки жирностью 33%. Сахарная пудра. Отвешенная сметана. Своей плотностью в холодильнике она должна напоминать сливочный сыр. Вот такая вот плотная. Как отвешивать сметану, я думаю, знают все. Берете марлю в 4 слоя, выливаете туда сметану, завязываете узелочком и подвешиваете. Пусть так провисит всю ночь, но если сметана жирная, более 20%, то достаточно 4-5 часов. Продукты для крема снова убираю в холодильник, а сама займусь персиками. В кубчик высыпаю сахар, выливаю воду, доведу до кипения и проварю где-то 1-2 минуты. Заливаю сиропом. Я его приготовила немного больше, чем понадобится для пропитки бисквита. Но главное, чтобы хватило для персиков. И в таком виде оставляю где-то на 5-7 минут. Сейчас сироп быстро остынет. За это время персики немного им пропитаются. Выбирайте спелые, плотные, чтобы после тепловой обработки они у вас не превратились в кашицу. Снова все переливаю в ковшик. И на небольшом огне довожу до кипения. После закипания проварила полминуты. Этого будет достаточно. Тем более, что персик еще настоится в горячем сиропе. Добавляю теперь сюда ванильный сахар, чтобы его аромат был более выражен. И в таком виде оставляю до полного остывания. Смотрите, кусочки остаются целыми, не разварились. Но еще раз напомню, выбирайте плотный сорт персиков. Все, отставляю. А сама займусь бисквитом. Его надо разрезать на 3 равных коржа. Высота этого вполне позволяет. Коржи получатся где-то по 2 см. Разрезать бисквит буду, как всегда, струной. Сразу на нем сделала насечки, чтобы коржи получились ровные по высоте. И теперь в насечку заправляю струну и аккуратно разрезаю. Не спешите, чтобы она его не разрывала. Особенно, если вы его не выдержали в холодильнике, не дали ему отлежаться. Здесь поддерживаю, чтобы струна его не вырвала боковую корочку. Вот такой вот ровный получается корж. И посмотрите, как мало на столе крошек. Что значит, бисквит отлежался. Хорошо и ровно разрезается. И также хорошо в себя возьмет пропитку и не раскиснет. Красивый бисквит, пористый. Такой классический бисквит готовится без добавления разрыхлителей. Под пальцами пищит. И остается вот таким вот мягким. Теперь можно готовить крем и собирать торт. И также для крема понадобится еще ванильный сахар. Но у меня пудра вот такая вот. Фирма Мрия. Зисмаком ванили. Поэтому ванили не добавляю. В чашу миксера выливаю холодные сливки. Подержите их в холодильнике не менее суток. Добавляю сахарную пудру, обязательно просеивая. Чтобы избавиться от этих комочков. Иначе долго будете взбивать, перебьете сливки. А комочки так и останутся. Если добавляете ванильный сахар, добавляйте прямо сейчас. И взбиваю сразу на невысокой скорости, чтобы пудра не поднялась в воздух. И чтобы сливки не так сильно разлетались по чаше. А потом скорость увеличиваю до максимальной. Сливки еще будут взбиваться со сметаной. И чтобы не отделилось масло, не надо их взбивать сразу до плотности крема. Нет острых пиков, стойких. Но видно, что после лопатки сохраняется рисунок. Сметану делю на 3 приема. Снижаю скорость до 4. И каждую порцию взбиваю где-то по 30 секунд. До полного соединения со сливками. Смотрите, как заметно густеет крем. Добавляю следующую порцию. Зачищаю чашу. Освобождаю венчик. Перемешиваю, чтобы все взбивалось равномерно. И снова перемешиваю где-то 30-40 секунд. Дольше не надо. Крем получается легкий, очень вкусный. И посмотрите, какой стабильный. Хорошо подходит для прослаивания тортов. Любых. Бисквитных, медовых. И для несложного украшения. Пока его отправляю в холодильник, сама займусь бисквитом. Персики уже полностью остыли. Я их сцедила. И поделила на 2 порции. На 2 коржа бисквита. А этим сиропом, в котором они настаивались, пропитаю бисквит. Он вкусный, ароматный, персиковый. Верхушка бисквита. Это будет донышко. Поэтому пропитываю ее меньше всего. Чтобы этот корж хорошо на себя выдержал весь торт. Хорошо пропитываю, но не так обильно, как остальные коржи. Торт буду собирать в кольце. По бортикам проложила бордюрную ленту. Затягиваю кольцо по диаметру бисквита. И закрепляю зубочисткой, чтобы оно не разъехалось. Вот таким вот образом. Теперь оно крепко держится. Я не стала смешивать персики с кремом. Чтобы они своим соком его не разжижили. Пусть он лучше впитывается в бисквит. Вот так легко и быстро вы их приготовите. И ваш торт простоит столько, сколько вам надо. Если добавите свежие, они быстро потеряют свой внешний вид, цвет, вкусовые качества. И таким тортом даже можно отравиться, если он простоит долго. Крем поделила на три порции. И одно оставила чуть больше, чтобы покрыть торт. Можно было воспользоваться мешком. Было бы удобнее. Но этот вариант тоже подходит. Хорошо уплотняю крем, чтобы он прошел между всеми кусочками. Выкладываю следующий корж бисквита. Снова персики. Распределяю их по всей площади. Только не дотягиваю до самого края. Там надо закрыть кремом, чтобы ничего не просачивалось. Вот столько персиков, я думаю, будет достаточно. Крем раскладываю порциями по всей площади коржа, чтобы его легче можно было растянуть по персикам. И теперь аккуратно, немного придавливая, выравниваю. Я с таким кремом, кажется, еще зимой готовила торт «Медовичок». Очень вкусный, хорошо держит прослоечку. Нежный, воздушный. Если вы еще не готовили такой крем, обязательно приготовьте и попробуйте. Ну и последний корж. Это донышко бисквита. Снова хорошо его придавливаю. Сверху бисквит можно еще немного просиропить. Бисквит должен быть хорошо пропитанный, чтобы он лучше сочетался с таким легким воздушным кремом. Ну, вот так вот и достаточно. Теперь можно снять кольцо. Аккуратно снимаю пленку. На пленке собираю крем и возвращаю на торт. Из оставшегося крема немного отделила на украшение, а остальным затягиваю торт. Сразу тонким слоем собираю все крошки и наношу остальной. Если вы такой торт готовите для какого-нибудь торжества, то лучше затяните его более стабильным кремом. Приготовьте какой-нибудь легкий на сливочном масле, на заварной основе или со сгущенным молоком, потому что в прослойке крем хорошо сохраняет свою плотность, а вот украшение на жаре начинает подтаивать. Или же подавайте его прямо из холодильника и наслаждайтесь таким легким летним десертом. Теперь делаю совсем несложное украшение насадкой трубочка. Аперсиками уже буду украшать торт после того, как крем хорошо застынет. Отправляю его в холодильник в коробке для торта, чтобы он не заветривался и не тянул в себя посторонние запахи. Пусть постоит там около 4 часов. Крем хорошо застыл, можно украшать. Для украшения персики я нарезала более мелким кубиком со стороной где-то 5 миллиметров. Залила их закипевшим сиропом. Воду и сахар взяла один к одному и оставила до полного остывания. Благодаря тому, что крем хорошо застыл, теперь эти кусочки можно поправить и украсить зеленью. Все, торт готов. Можно подавать к столу. Сейчас посмотрим, какой он внутри. Торт очень мягкий, нежный. И вот такой вот он в разрезе. Бисквит сочный, хорошо пропитанный. И крем не застывает до такой плотности, как масляный. Получается такой летний, очень легкий и нежный торт. Персики очень напоминают консервированные. Они не разварены до мягкости, но и не твердые, как свежие. Вот я вам все-таки советую не добавлять их в свежем виде. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими вкусными домашними тортами и приятного вам чаепития. Якщо вам подобаются мои рецепты, подписывайтесь на канал, делитесь с нами с друзьями, залишайте комментарии. Дякую за вподобайки и божаю вам всего наикращего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!